В исполнении Сочинского симфонического оркестра и лауреата международных конкурсов Дениса Громова прозвучат известные концерты для фортепиано с оркестром. Это произведения двух великих композиторов России и Норвегии. Для минор Эдварда Григо и первый концерт си-бемоль минор Петра Чайковского наполнены яркими нотами, способными передать весь порыв романтических чувств и душевную лирику творцов. Гармоничный дуэт фортепиано и симфонического оркестра, а также творческое сопереживание музыкантов позволят ценителям классической музыки услышать своеобразную беседу инструментов. И в каждом концерте уникальное звучание позволяет придать импровизации. Импровизация, конечно же, будет присутствовать на концерте. Надо к этому быть готовым. Тогда это исполнение приобретает яркость, понимаете, ту, которая не достичь на репетиции. Грик и Чайковский, они в некотором смысле по стилю где-то немножечко близки. И эта музыка, она разная, но какой-то общий почерк, какая-то общая яркость, какие-то интонационные моменты, они, конечно, есть. Концерты для фортепиано с оркестром Чайковского и Григо интересны и похожи не только своим характером, но и судьбой. Первое впечатление публики от их звучания было ошибочным. Так, в конце 19 века первый концерт Чайковского получил грубую критику Николая Рубинштейна, а прослушавший партитуру немецкий композитор был восхищен сочинением. И в Бостоне премьера увенчалась успехом. Та же участь постигла и Григо, исполнение концерта которого не пришлось по вкусу ференцулисту, но полюбилась слушателям в Копенгагене. Эти шедевры по сей день остаются популярными. Услышать их в исполнении Дениса Громова и Сочинского симфонического оркестра сочинцы и гости курорта смогут 23 мая в сале органной и камерной музыки. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.